Первая неделя марта традиционно наполняется новостями с Женевского автосалона. Но в этом году из-за вспышки коронавируса в Европе швейцарское правительство запретило массовые мероприятия. И 90-й по счету Женевский салон стал первым в мире виртуальным автошоу. Автопроизводители отчасти пересмотрели график своих премьер, но некоторые новинки нельзя было не представить. И показали их по интернету. Впрочем, в следующем году выставочный комплекс Палэкспо намерен провести автосалон по обычному графику. И совсем другой оказалась судьба франкфургского автосалона, который в лучшие годы принимал по миллиону посетителей, но растерял популярность. Ассоциация немецкой автоиндустрии VDA на этой неделе объявила о решении перенести выставку в Мюнхен. На финальном этапе рассматривались также Берлин и Гамбург. Но право провести автосалон следующего года выиграла столица Баварии. В Женеве назвали европейский автомобиль 2020 года. Притом, несмотря на отмену самого женевского автосалона, организаторы премии провели прямую трансляцию церемонии из почти пустого выставочного комплекса Палэкспо. В финальной части голосования Tesla Model 3 и Porsche Taycan развернули плотную борьбу, но в итоге разделили второе и третье место. Оба электромобиля неожиданно переиграл компактный хэтчбэк Peugeot 208. К слову, для французской марки это уже шестая победа в конкурсе. Альфа-Ромео Джулия обзавелась экстремальной модификацией GTA. Аббревиатура взята не от компьютерной игры, а расшифровывается как облегченный большой туризм. Для этой версии инженеры использовали карданный вал, капот, крышу, передний бампер и колесные арки из углепластика. Над оригинальным оперением работало формульное бюро Заубер Инжиниринг. Одновременно представлен и еще более сумасшедший вариант – GTA M. Задний диван тут заменен полукаркасом безопасности, а вместо задних стекол используется поликарбонат. В итоге экономия веса достигла 100 килограммов. Битурбомотор обеих машин форсирован на 30 сил, а восьмидиапазонный автомат перенастроен. В итоге по времени разгона облегченная итальянка опережает, например, экстремальный седан BMW M3 CS. В общей сложности итальянцы планируют продать 500 экземпляров горячих седанов. Хотя главная цель – просто напомнить публике об этой модели. Ведь продажи джюлей оставляют желать лучшего. К отмененному женевскому автосалону марка Renault готовила концептуальный кроссовер Morphos. Его можно считать предвестником будущего семейства электромобилей. Сам концепт вышел крайне неординарным. Его кузов может трансформироваться, меняя длину. Правда, для этого придется посетить специальную станцию. В режиме «Сити» машина представляет собой компактный городской паркетник, а в шоссейном исполнении «Тревел» становится большим вместительным дредноутом. Как это происходит, Renault толком не объясняет. Но известно, что позади передних стоек кузова есть 20-сантиметровая вставка. Выезжая наружу или прячась обратно, она растягивает или уменьшает колесную базу. Образовавшееся пространство используется для дополнительной тяговой батареи. Кроме того, крышка багажника меняется на деталь другой формы, которая позволяет нарастить объем багажника. Выдвижная облицовка увеличивает отсек спереди. В результате трансформации общая длина машины разом возрастает на 40 сантиметров. В зависимости от режима, вдобавок меняется отдача единственного электромотора, а также пробег на одной зарядке. Все эти спецэффекты понадобились, чтобы показать возможности грядущей электрической платформы альянса Renault-Nissan. Основанные на ней серийные электромобили пойдут в серию буквально через несколько месяцев. Mercedes-Benz показал обновленный E-класс в онлайн-трансляции из Штутгарта. Свежее оформление передней части принесло мини-революцию. Фары теперь визуально представляют собой единый блок, тогда как раньше дизайнеры разными способами старались разделить их надвое. Вдобавок был изменен пластиковый обвес, а у седана появились новые фонари с дополнительными секциями на крышке багажника. На корме универсала сохранились фонари прежней формы, но их светодиодный рисунок стал немного другим. Гамма двигателей пополнилась двумя агрегатами из нового модульного семейства – четверкой и шестеркой. К обоим прилагается стартер-генератор. Вдобавок расширена линейка подзаряжаемых гибридов, их теперь сразу семь на выбор. В салоне главной обновкой стоит считать новый руль с эффектными двойными спицами, а виртуальный кокпит окончательно заменил аналоговые приборы. Мультимедиа наконец пережила смену поколений. У нее появился продвинутый голосовой ассистент, уже успевший появиться практически на всех моделях марки. Навигатор располагает под системой дополненной реальности. Ее задача – максимально облегчить жизнь водителю, выводя разнообразные подсказки и определяя номера домов. Кроме того, нельзя не отметить обновленный автопилот. В частности, машина научилась автоматически тормозить, реагируя на встречные автомобили при повороте налево. Продажи обновленных ешек начнутся летом. Притом мы почти не отстаем от европейцев. В России модель появится в июле, универсалы традиционно будут ввозить из Германии, а седаны поставят на конвейер в Подмосковье. Прошлой осенью BMW шокировала публику концептуальным купе 4-й серии с фирменной решеткой радиатора небывалых размеров. А для Женевы приготовлен уже новый проект и в той же стилистике. Концепт i4 – это предсерийный электромобиль, причем модульная электрическая тележка, отчасти унифицирована с уже готовой платформой Klar. Но главное, машина представляет новый фирменный стиль марки BMW, поэтому к новым ноздрям и фарам пора привыкать. Попутно i4 презентует новый логотип BMW. Кольцо вокруг пропеллера теперь не черное, а прозрачное. О спортивном духе BMW напоминают кресла с интегрированными подголовниками. Но сам профиль, тканевая отделка и декор из розового золота относят нас совсем в другую эпоху, где водитель выбирает не настройки силового агрегата, а режимы опыта. Смена их влияет не только на езду, но и на окружающую подсветку и графику приборов. Технические характеристики были отчасти известны заранее, но для будущих серийных машин это только общий ориентир. Здесь тяговая батарея весит чуть больше полутонны и сделана особо тонкой. А вообще платформа позволяет строить передние, задние и полноприводные электромобили с количеством электромоторов от одного до трех. Серийное производство BMW i4 начнется примерно через год на головном заводе марки в Мюнхене. Заряженная Škoda Octavia RS выходит на рынок в подключаемой гибридной версии iV. Первая в истории RS-ки бензоэлектрическая установка состоит из турбодвигателя 1.4 и встроенного в шестиступенчатую роботизированную коробку электромотора. По пиковой отдаче новинка уверенно превзошла модель-предшественницу, но во всех разгонных упражнениях заметно ей проигрывает. Впрочем, Octavia RS iV полностью повторяет техническую начинку новейшего Golf GTE. А поскольку в гамме Volkswagen помимо гибрида уже есть дизельный Golf GTD и бензиновый Golf GTI, то, скорее всего, аналогичные модели появятся и у Octavia RS. Свой первый кроссовер на электротяге Volkswagen пришлось представлять на видео из Вольсбурга. Едва ли новинка достойна такой презентации, поэтому предположим, что Volkswagen не случайно раскрыл только внешность, а интерьер и характеристики пока держат в секрете. Конечно, в основу паркетника легла модульная платформа MEB. Электрическая начинка позволила сделать капот коротким, поэтому ID.4 больше похож на минивэн, чем на кроссовер. Предложат два исполнения – задним и полным приводом. Причем сначала на рынок выйдет моноприводный вариант. Запас хода на одной зарядке достиг 500 километров, но будут версии и с менее емкими батареями. И это пока все, что Volkswagen готов нам сообщить. Audi A3 сменила поколение, но сохранила хорошо узнаваемый образ прежней машины. В длину и ширину хэтчбэк подрос совсем незначительно, а высота и колесная база вообще остались прежними. И только интерьер совершенно другой. Водителя окружает полу-кокпит, а воздуховоды расставлены по бокам виртуальной панели приборов. Причем этот экран более крупного размера, чем на Golf или Octavia. Гамма двигателей на старте продаж оказалась удивительно лаконичной. В списке значится только один бензиновый турбомотор плюс пара двухлитровых турбодизелей. Младшему из дизелей полагается полузависимая балка сзади, а всем остальным полноценная многорычажка. Что касается коробок передач, то на выбор предложены шестиступенчатая механика и семиступенчатый преселектив. Позже линейку моторов обещают расширить, а также добавят полный привод и гибридные варианты. А пока европейские дилеры начали прием заказов на то, что есть.